Продолжаем выпуск. Почти 19 триллионов тенге накопили казахстанцы на своих пенсионных счетах. За январь-апрель текущего года прирост составил больше 6%. Такие данные озвучили в ЕНПФ. Мой коллега Алишер Ашимов детально изучил тему и готов сейчас рассказать все подробности. Он уже находится в студии. Алишер, привет! Скажи, казахстанцы продолжают снимать свои пенсионные накопления? Я о тех счастливчиках, которым позволяет это сделать порог достаточности. И на что тратят? В основном накопления казахстанцы тратят на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Обо всем по порядку в обзоре главная цифра. Накопления казахстанцев продолжают расти. На сегодня обязательные пенсионные взносы превысили 18 триллионов тенге. А вот профессиональные достигли почти 600 миллиардов, сообщает в ЕНПФ. Наибольший прирост за год отмечен в сфере добровольных пенсионных взносов. Они увеличились почти на 6 миллиардов тенге. Этому росту способствовали входящие потоки в виде пенсионных взносов и инвестдоход. С начала года объем таких взносов, поступивших на счета вкладчиков, вырос почти на 30 процентов и составил 856 миллиардов тенге. Положительную динамику продемонстрировали все виды взносов, сообщают в фонде. И это радует. С начала года на индивидуальные пенсионные счета поступило почти 760 миллиардов тенге. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Почти на 23 процента увеличилась и оплата обязательных профессиональных пенсионных взносов, а добровольные на 42 процента. Что касается взносов работодателя, то эта сумма составила около 58 миллиардов тенге. И в завершении темы исходящие потоки в виде выплаты переводов страховой организации из ЕНПФ составили около 285,5 миллиардов тенге. Почти 42 процента этого объема составляют единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение. Это 119 миллиардов тенге. Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили около 68 миллиардов тенге, что выше показателя прошлого года на 39,5 процентов. Кроме того, осуществлены выплаты по наследству 18,5 миллиардов тенге. Выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы страны почти 11,5 миллиардов. Выплаты лицам с инвалидностью больше 1 миллиарда тенге. Выплаты на погребения 3,3 миллиарда. Таким сегодня был экономический обзор. Батагост, передаю вам слово. Спасибо большое. Я напомню, новости экономики представил мой коллега Алишер Ашимов.